Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сладкий рай. Международный день шоколада. Журналистам раскрыли секрет, как отличить правильное лакомство от неправильного. Если в течение трех дней не обратитесь к приставам, квартиру вскроют без вашего участия. Листовки с таким содержанием стали появляться на самарских домах. Представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов просят жителей быть бдительными и поясняют, что ведомство такими методами не работает. Информацию о своих долгах людям можно узнать на официальном сайте службы в разделе «Банк данных исполнительных производств». Службы судебных приставов, безусловно, информируют о действиях, которые будут применяться к должникам. Но она это делает законными способами и методами. Соответственно, мы можем направить, например, извещение, уведомить по телефонной связи, либо каким-то другим законным методом. Но никакого расцветки объявлений быть не может. Такого права нет и у коллекторов. Согласно закону, принятому год назад, агенты имеют право звонить должникам в будни с 8 утра до 10 вечера и выходные с 9 утра до 20.00. А также встречаться с ними не чаще одного раза в неделю. Если коллекторы будут требовать вернуть долги незаконными способами, жители могут обратиться в региональное управление службы судебных приставов по телефонам, которые вы видите на экране. Более двух десятков животных оказались в опасности из-за неродилого владельца, разорившегося контактного зоопарка. В одном из торговых центров Самары, по словам очевидцев, звери, птицы и земноводные жили в маленьких клетках. За ними редко убирали и кормили их одним и тем же комбикормом. Полицейские забрали истощенных и напуганных животных у хозяев. Сейчас питомцы на карантине. Прокуратура проводит проверку. С подробностями Алина Чемерис. Для них созданы специальные условия. Здесь висят домики, в которых они могут располагаться в ночное время. Их кормят специализированным кормом. Теперь волнистые попугайчики могут создавать пары и заводить потомство, рассказывает биолог почти с 30-летним стажем. Еще несколько дней назад их вместе с кроликами, шиншиллами, хомяками и ежами перевезли из разорившегося контактного зоопарка на станцию Юнатов. Новый дом здесь обрели свыше двух десятков животных. Дмитрий Соловьев рассказывает, звери поступили сюда напуганными и истощенными. Прежние хозяева кормили их в прямом смысле всем, что валяется под ногами. Животные были в плохом состоянии. Кормили животных с кошечной травой, с кошечных газонов, где содержатся сигареты, пачки сигарет, целлофан. Трава была уже подвявшая, то есть как бы уже загревавшая. Такими кормами животных кормить нельзя. И все животных кормили одним и тем же комбитормом. Контактный зоопарк работал в одном из самарских торговых центров. О том, что животных там содержат в ненадлежащих условиях, в полицию сообщили очевидцы. В ходе проверки выяснилось, у владельцев зверинца не было соответствующего ветеринарного заключения. Являются ли питомцы переносчиками опасных заболеваний, пока неизвестно. Сейчас они находятся на карантине. Было установлено, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, в связи с чем также на место были приглашены владельцы данного контактного зоопарка, которые пояснили, что в настоящее время контактный зоопарк у них не функционирует, так как данный бизнес для них стал неприбыльным, в связи с чем они прекратили свою деятельность. И владелец данного контактного зоопарка добровольно передал животных на ответственное хранение на станцию Юнатов. Раньше живые уголки были в любой школе, но потом их запретили. По мнению экспертов, это может быть небезопасным с санитарной точки зрения. Но работа контактных зоопарков законом не регламентирована, поэтому постоянно появляются все новые. Как только животные освоятся и почувствуют себя лучше, их переведут в вольеры к сородичам. Первыми адаптировались кролики. Зверьки прекрасно уживаются с местными обитателями. Тоже можно сказать и про черепах. Таких красноухих черепах в злополучном контактном зоопарке было две. По словам биологов, их содержали в маленьком аквариуме, воду практически не меняли и кормили, чем придется. Теперь на новом месте черепашки живут в сородичами вот в такой вот ванной и получают полноценное питание. По факту работы контактного зоопарка прокуратура проводит проверку. По ее результатам решат, заводить ли уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Вернут ли зверей владельцу – пока тоже большой вопрос. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Нет горячей воды, не работают лифты. Жители новостроек на Новосадовой не намерены терпеть произвол управляющей компании. Люди написали письмо губернатору, и теперь их вопросом занимается мобильная приемная. Она была создана в июне. Главная задача – выезжать на место, привлекать всех необходимых специалистов, ну и сразу же принимать решения. Это новая форма работы с жалобами людей. Насколько она эффективно, проверила наш корреспондент. В новостройках на Новосадовой люди не прожили еще и года, а уже столкнулись с множеством проблем. По словам жителей, лифты здесь работают по расписанию. После пяти вечера на них уже не уехать. Евелина Хасанова живет здесь с апреля. За это время подниматься пешком на 17-й этаж с ребенком на руках приходилось не раз. Потом началось такое, что лифт не включался в 9 часов по расписанию или отключался раньше. И мы опять же ходили пешком с ребенком. То есть, если бы нам нужна была скорая ночью или еще что-то, мы бы просто не смогли их дождаться, и они бы к нам не поднялись. Всегда находят множество причин. Якобы здесь не ловят связь, чтобы лифт запустить, не могут установить какие-то там сим-карты для связи с оператором. Всегда находят какие-то причины. Управляющая компания установила охрану, дабы люди не могли поднимать по лифтам какие-то строительные материалы, либо мебель. Заключила договор какой-то компании, повесили люльки для того, чтобы взимать плату. А ориентировочная стоимость подъема одного кирпича на 24 этаж стоит 48 рублей. Представители управляющей компании уверяют, ничего общего с платной доставкой груза на этажи не имеют. А лифты должны начать нормально работать в считанные дни. Но на этом проблемы жителей не заканчиваются. По их словам, в домах, где более 20 этажей и около 200 квартир, управляющая компания установила двери с домофоном. Но и здесь людей ожидал сюрприз. Для того, чтобы просто получить ключ от домофона, необходимо было заплатить единоразово 2 тысячи рублей, что, конечно же, не отменяло дальнейших платежей по обслуживанию этих домофонов. Деньги непропорциональные, квартир очень много, и сумма на выходе получалась достаточно серьезная. Куда эти деньги уходили, для нас вопрос. Высотки на Новосадово изданы в эксплуатацию в феврале. И с тех пор в квартирах нет горячей воды. По словам жителей, управляющая компания на диалог не идет. И люди написали письмо губернатору. Решить проблему поручили мобильной приемной, которая была создана меньше месяца назад. После встречи с жителями, представителями районных властей и управляющей компанией, вердикт – решить проблему в кратчайшие сроки. В течение недели вопросы будут решены. В первую очередь вопрос с горячим водоснабжением, который жители уже с начала этого года ожидают. Уже практически 25% здесь заселенный дом. И, конечно, необходимо уже приступать к ремонтным работам. Здесь в большей степени проблема технического плана, нежели какого-либо другого. Сейчас, как только опрессовку, у нас с завтрашнего дня начинается опрессовка, как только опрессовку закончим, как только водоразбор будет организован в нужном объеме по техническим параметрам котлов, которые предусмотрены по проекту, после этого сразу можно будет подключать и теплоснабжение, и горячее водоснабжение. Даже после того, как проблемы будут решены, жители не намерены сотрудничать с прежней управляющей компанией. Сменить ее намерены в августе. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Погода снова преподносит самарцам сюрпризы. По городу пронеслась очередная буря с ливнем и градом. В этот раз стихия вела себя весьма избирательно. И больше всего коснулась безымянки из Упчениновки. Из-за сильного ливня полностью затопила проспект Металлургов и улицу Победы. А на улицах Елизарова и Ставропольской прошел град. Пока погода преподносит новые сюрпризы, коммунальные службы еще не успели разобраться со старыми. Ускорить темпы работы поручил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко районным администрациям и управляющим компанией. После рогана, который пронесся по области еще на прошлой неделе, в Самаре до сих пор остались неубранными деревья и ветки. Но теперь перед коммунальщиками поставили жесткие сроки. Лариса Шалафа с подробностями. В Самаре продолжают наводить порядок после разгула стихии. Ураганный ветер на прошлой неделе повалил десятки деревьев. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии районным администрациям поручено оперативнее вывозить поваленные деревья и ветки после плановой обрезки. По информации административно-технической инспекции, сейчас в городе больше ста таких адресов. Если вы их приволокли на контейнерные площадки, то вы решайте, кто у вас их должен увезти. И под видом крупногабаритного мусора я дальше размышлять не буду. Вы определитесь? Это я районам говорю. Еще одна тема – покос травы. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил обратить на бесхозные территории, частный сектор и участки вдоль дорог. В городском округе у нас 664 дороги пятой категории, так вот покос вдоль этих дорог никто не осуществляет. В МП благоустройство они на службе не стоят, жители сами не косят, администрация туда еще не пришла. Это всех касается управляющих компаний. Повально проводите. Сейчас есть управляющие микрорайона. Берите косу, литовку, триммер и пусть косят. Вы колоть, кто придет на территорию? Какие полномочия вам еще нужны? Навести порядок на всех территориях районной администрации должны в течение недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. До юспекинг лишь этим вопросом сегодня озадачились в мэрии Самары. К чемпионату мира работников гостиниц, ресторанов и общественного транспорта обучат иностранным языкам. В городе организуют специальные курсы. Сколько кондукторов заговорит на английском, узнала Валерия Макарова. Кондукторы и водители общественного транспорта скоро заговорят на английском. Обучить языку за счет переводчика планируют около тысячи человек. В программе 36 часов иностранного и 18 часов краеведения. Февраль, март, апрель. Вот три месяца будет проходить обучение на базе учебного центра ТТУ. Программа там будет без отрыва от производства. Сотрудники работают в первую смену, потом будут учиться. Как научить самарцев говорить по-английски к чемпионату мира, обсуждают на совещании в мэрии Самары. На особом внимании работники гостиниц, которые примут гостей Мундиале. Знаймите людей, которые знают хорошо английский, чтобы они по графику прошли гостиницы и представились туристам из англоязычной страны и оценили, соответственно, знания базового языка нашей гостиницы. Подтянуть знания иностранных языков предлагают всем работникам туризма и сферы услуг. Власти города разрабатывают специальные курсы. Уже есть понимание, сколько человек должен их пройти. Необходимо обучить 512 специалистов гостиничной индустрии, 456 специалистов ресторанного бизнеса, с учетом того, что 228 объектов общественного питания, 140 на гостевых и 88 на туристических маршрутах и 64 экскурсовода. В Самаре нужны экскурсоводы со знанием иностранного. По официальным данным, сейчас только 4 человека могут проводить экскурсии по городу на английском и один человек на немецком. Валерия Макаров, Станислав Левин, События. Диагностика по стандартам Всемирной организации здравоохранения. На территории больницы имени Середавина создан Центр международных классификаций. Его задача – помощь специалистам в использовании кодировок диагностической информации. Коды применяются для обозначения различных заболеваний, в том числе и для оформления больничных листов и формирования объективной медицинской статистики. Данные собираются в информационно-аналитическом центре. Это позволяет сделать запросы в ведущие лечебные учреждения мира. Далее коротко о других событиях дня. И вновь перебой со связью ждут самарцев. На этот раз абонентов МТС. Компания предупредила о возможных сбоях в работе голосовой связи. Причина стартовавшей в регионе в начале июля программа обновления сети. Переключение базовой станции занимает всего несколько минут. И большинство абонентов каких-либо неудобств не заметят, уверяют в компании. Уже четыре самарца пострадали от укусов змей. Двое попали к врачам еще весной. Сейчас же в отделении токсикологии областной клинической больницы имени Середавина находятся еще два пациента. 43-летнюю женщину гадюку укусила в ногу, когда та гуляла по лесу в районе железнодорожной станции Водинская. 48-летний мужчина пострадал от змей, когда собирал землянику в районе Новосемейкино. Жизни пациентов ничего не угрожает. Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в регионе по версии портала Яндекс. Поисковую строчку за год его забили 130 тысяч раз. Для сравнения, Самарский национальный исследовательский университет имени Королева, занявший в этом рейтинге второе место, набирали в полтора раза реже. На третьем месте Самарский государственный экономический университет. В Самарте интересовались вузами и в других регионах. Больше всего запросов поступило в адрес Московского госуниверситета имени Ломоносова, Казанского федерального университета, Уфимского авиационного технического и Оренбургского госуниверситета. После ремонта на площади Куйбышева появится бесплатный Wi-Fi. На этой неделе здесь начнут демонтировать асфальт. Пока аналогичные работы ведутся в четырех прилегающих скверах. Также там меняют систему освещения. В дальнейшем тротуары по периметру площади и в скверах планируют выложить плиткой, а на самой площади положить новый асфальт. Ограды скверов очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые. Такие же работы по восстановлению старинных металлических решеток проводят и в Струковском саду, который также находится в ремонте. С 10 июля изменилось расписание судов на маршруте Самара-Тольятти. Теперь суд отправляется ежедневно в 7 часов 45 минут из региональной столицы и прибывает в Тольятти в 10 часов 10 минут. В пятницу, субботу и воскресенье дополнительный теплоход отчаливает от речи порта Самары в 14.15 и 18.15 и прибывает в Автоград соответственно в 16.40 и 20.40. АвтоВАЗ представил «Ладу Весту» с двойной топливной системой. Сколько будет стоить новинка от отечественного производителя, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть все ниже и ниже. Баррель марки «Бренд» сегодня стоит 46 долларов 60 центов. Валюта дорожает. Курс на 12 июля. Доллар 60 рублей 73 копейки, евро 69 рублей 20 копеек. Золото стоит 2341 рубль, серебро 29 рублей 51 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 60 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 6 копеек. Россияне стали меньше экономить на еде, одежде, обуви и отдыхе. Если весной 2016 сокращать расходы на продукты были вынуждены больше половины граждан, то весной 2017 немногим больше третьи. Ростуризму предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян. По мнению авторов проекта, это поможет повысить спрос на отечественные курорты. А «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж «Лада Веста Сиэнджи». Цены на седан, двигатель которого способен работать как на бензине, так и на метане, начинаются от 600 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах. Пока школьники отдыхают на каникулах, образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Начался капитальный ремонт лицея авиационного профиля. Здание более полувека и в последние несколько лет занятия там не проводились из-за аварийного состояния. Также началось возведение пристроек зданию медико-технического лицея. Что уже сделано и когда ждать завершения работ, выяснила Олеся Корецкая. Новые достижения не только в науке, но и спорте. Теперь впереди учеников медико-технического лицея. В этом году у них появится спортивный зал. Площадку для физкультуры разместят в пристрое. Его возведение уже начали. На это из городского бюджета направили больше 40 миллионов рублей. Это наша безмерная радость. Будут находиться несколько аудиторий, конкретно 4 учебных аудиторий. Ну и все, что должно быть около спортивного зала. Снарядная, душевые кабины. Общая площадь пристроя больше 700 квадратных метров. Это будет трехэтажное здание, полностью примыкающее к задне стене основного помещения. Пока в лицее нет занятий, ведется демонтаж лишних конструкций. Сейчас ведутся подготовительные работы. Ведутся непосредственно работы внутри существующего здания лицея. Демонтаж, монтаж. И, значит, заделка технических проемов оконных. В сентябрю работы внутри здания должны быть выполнены, и рабочие займутся пристроем. Полностью сдать объект застройщик планирует в декабре этого года. А на улице Свобода-150 начался капитальный ремонт 135-го лицея авиационного профиля. Здание признали аварийным несколько лет назад. Занятия там отменили, учеников перевели в другое помещение. По плану здесь проведут капитальный ремонт фасада, перекрытия и инженерных систем. Смена кровли, частично перекрытий, там, где они не несут нагрузки. И в дальнейшем замена водопровода, канализации и теплотрассы. После ремонта здания приведут в порядок территорию, обустроят спортивную площадку. Также данный объект будет укомплектован в соответствии с технологическим оборудованием. На данном этапе оборудование согласовано с департаментом образования. Здание 49-го года постройки, рассказывает директор лицея Сергей Копытин. Проект составлен, чтобы максимально сохранить его архитектурные особенности, чтобы можно было учиться, учиться и еще раз учиться. Здесь мы планируем обучать детей начального общего образования, на уровне начального общего образования, с 1 по 4 класс, 201 место. Финансирование на капремонт лицея поступило из федерального и областного бюджетов. Звершить работу застройщик обещает к концу этого года. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Черный, белый, молочный. Его можно есть, можно делать обертывание, а при желании даже принимать ароматные ванны. В Международный день с шоколада самарским журналистам открыли сладкий рай. Шоколадную жизнь вкусила и Виктория Шаре. Хорошая новость для любителей лакомства. Шоколад можно есть каждый день, но только если речь идет о горьком шоколаде. Причем чем выше процент какао в плитке, тем лучше. Какао-порошок содержит биологически активные вещества, которые заставляют наш мозг вырабатывать особые гормоны радости и наслаждения. Есть в шоколаде и антиоксиданты, вещества, замедляющие процессы старения. 50 граммов шоколада заставит энергично работать ваш мозг в течение трех часов. Но если налегать на молочный, а тем более белый, результат будет только один – лишние килограммы. Летом шоколад покупают реже, в жару больше хочется мороженого и освежающих напитков. Поэтому и темпы производства в этот период снижаются. Шоколадный мир живет сезонно. Вот сейчас именно с конца июля начинается высокий сезон для кондитерского бизнеса. Так случилось, что все праздники в России сконцентрированы в период с сентября по март. Поэтому этот период для шоколадного производства – это высокий сезон, это самое такое активное производство. Это святая святых шоколадного производства – сердце шоколадной фабрики, так называемая конч-машина. На протяжении нескольких часов она конширует, то есть смешивает четыре основных ингредиента – какао-масло, сухое молоко, сахар и тертое какао. Только это сочетание позволяет получить самый полезный, горький или темный шоколад. Если добавить в эту смесь сухое молоко, получится шоколад молочный. А если исключить тертое какао – белый шоколад, который не столь полезен, но тоже может по праву носить ими этого лакомства, ведь в нем есть какао-масло. И только продукт, в котором вместо какао-масла используются другие жиры, шоколадом называться не имеет права. Это шоколадная плитка. Понять качественный или перед вами продукт легко. Температура плавления настоящего шоколада – 32 градуса, ниже температуры человеческого тела. Поэтому, если плитка шоколада тает в ваших руках, а уж тем более во рту, перед вами качественный шоколад. Виктория Шаре, Артем Сулайманов, События. Мини-гольф в Самаре на высшем уровне. Это доказали наши спортсмены в чемпионате России, завоевав золото во всех видах программы. Новости спорта продолжат эфиры. Я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова. И я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. На Олимпийских играх для глухих выступят 15 спортсменов из Самарской области. Самарские гольфисты показали класс – триумфальное выступление на чемпионате по мини-гольфу. Два золота на первенстве России. Легкоатлеты Самарской области вернулись из Калуги с победой. В конце июля в турецком городе Самсун состоятся 23-е сурдолимпийские летние игры. В составе сборной России 334 спортсмена. Из них 15 – представители Самарской области. В соревнованиях для глухих участвуют 109 стран. Будут разыгрывать 216 комплектов наград по 21 виду спорта. Самарцы выступают в семи видах спорта. Это греко-римская борьба, дзюдо, пулевая стрельба, теннис, футбол, велоспорт-шоссе и маунтин-байк. На предыдущих сурдолимпийских летних играх 2013 года 11 спортсменов Самарской области завоевали 7 медалей. Четыре из них – золотых. В 2009 регион представляли 7 спортсменов. Они завоевали 5 медалей. Легкоатлеты Самарской области завоевали две золотые медали на первенстве России. Оно проходило в Калуге. В Калуге участвовало более 600 спортсменов до 20 лет из 70 регионов страны. В тройном прыжке первое место занял Валерий Марков. Спортсмен из Новокубышевска показал результат – 15,81 метра. В метании молота золотую медаль выиграла тольяттинка Софья Палкина, отправив снаряд на 68,59 метра. Самарские спортсмены триумфально выступили на чемпионате России по мини-гольфу. В турнире принимали участие более 30 сильнейших спортсменов страны. Во всех видах программы золото впервые выиграли представители Самарской области. В личном зачете золото завоевала Елена Суконникова и Игорь Пантелеймонов. Вместе с Тимуром Ромазановым они также стали победителями в командном зачете, обыграв сильную сборную Москвы. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!